Здравствуйте! Это программа «Актуальное интервью» в студии Зайра Байчорова. Разговариваем о главном. В Ставропольском крае стартовал второй тур краевого этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году в номинации «Педагогический дебют». О том, как проходит конкурс, поговорим с ректором Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Еленой Емененко. Елена Владимировна, здравствуйте! Добрый день! Кто организует и курирует конкурс? Ну, так сложилось уже традиционно, что организаторами конкурса являются Министерство образования Ставропольского края, Краевой профсоюз работников народного образования и Ставропольский краевой институт развития образования. Связан ли как-то этот конкурс с национальным проектом образования? Вы знаете, на первый взгляд, проект образования и конкурс – это несколько такие, казалось бы, разные категории, но это на первый взгляд. Конечно же, одной из главных задач национального проекта образования является прежде всего воспитание гармоничной, развитой и социально ответственной личности. И самое главное, что это воспитание должно осуществляться на основе вот тех духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. И, конечно же, как ни в детском, в дошкольном возрасте закладываются основы для воспитания такой личности. Поэтому, конечно же, и конкурс, и национальный проект образования, они связаны. Ну и не могу не отметить, что, конечно же, именно важным и самым значимым сегодня в дошкольном образовании, как и в школьном, является обеспечение его качества. А это тоже определяется национальным проектом образования. В этом году все очень интересно складывалось из-за коронавируса. Есть ли какие-то особенности проведения этого мероприятия, если сравнить с предыдущими годами? Конечно, и коронавирус внес свои коррективы. И особенность заключается в том, что, наверное, часть конкурсных испытаний изменили свой формат. Ну, для примера, занятия с детьми мы смотрели в записи. А то, что касается мастер-классов, педагогов, то мы с ними контактировали в режиме видеоконференц-связей. То есть, с одной стороны, это позволило ограничить вход в дошкольное учреждение, где традиционно проводились конкурсы. Но и в то же время позволило, наверное, понаблюдать, как наши педагоги ориентируются в новых условиях и увидеть их компетенции в сфере использования цифровых образовательных ресурсов. Ну, Елена Владимировна, все-таки, как Вы считаете, лучше использовать гаджеты и делать все это, проворачивать это все онлайн? Либо вот как раньше, чтобы люди коммуницировали, общались друг с другом? Вы знаете, вчера наши конкурсанты как раз-таки обсуждали этот вопрос и сказали, что, конечно, живого общения гаджеты заменить не могут. Но конкурсные испытания, они показали, что наши педагоги очень креативны и используют гаджеты даже вот в работе с детьми дошкольного возраста. Ну, конечно, нужно это делать очень осторожно. Ну, если учитывать, что это воспитатели-новички, это молодое в основном поколение, они с гаджетами на «ты», правильно? Поэтому они очень быстро привыкли и адаптировались. Да, и они нам это продемонстрировали. Конечно. Вообще, для чего проводятся такие конкурсы? Насколько активно воспитатели участвуют в таких конкурсах? Вообще, вот сами конкурсы профессионального мастерства, они, конечно же, имеют свою очень такую длительную, серьезную историю. И вот прям не могу не сказать о том, что первые конкурсы профессионального мастерства, они начали проводиться в 20-е годы прошлого столетия, и именно были организованы для учителей, то есть для педагогов. И сегодня мы говорим о том, что таких конкурсов уже достаточно много. Но вот конкурс «Воспитатель года России», это, ну, в общем, надо отметить, что молодой конкурс, он берет свое начало в 2010 году. И главная цель, конечно, любого конкурса, это прежде всего выявить талантливых, творческих педагогов для того, чтобы можно было поднимать престиж профессии на примере того, как они, в общем-то, осуществляют свою профессиональную деятельность. Вот, ну, а если говорить о конкурсе «Воспитатель года», то здесь я бы еще, знаете, на что обратила внимание, что этот конкурс, он, наверное, позволяет продемонстрировать особую значимость системы дошкольного образования. Потому что сегодня она является частью системы общего образования, но в ней требуются такие же профессионалы, как и профессионалы в школе. И я бы даже сказала, что, наверное, требования к ним особые, потому что они работают, работают в хорошем смысле с очень маленькими детьми, которые вступают только в жизнь. Ну, расскажите, пожалуйста, об основных этапах конкурса, поподробнее, если можно, чтобы мы могли себе представить, как это проходит. Ну, чтобы представить, как это проходит. И онлайн-версию, и обычную, привычную версию. Все этапы конкурса, они проходят на разных уровнях. Первый уровень – это муниципальный. То есть, когда в каждой территории Ставропольского края организуются конкурсные мероприятия, и территория выбирает своего представителя, который будет уже участвовать в краевом этапе конкурса. Краевой этап конкурса проводится в двух номинациях – это лучший воспитатель и педагогический дебют. И вот после того, как конкурсные мероприятия на краевом этапе завершаются, определяются абсолютные победители. И победитель в номинации лучший воспитатель представляет Ставропольский край уже на российском, на заключительном этапе конкурса. Простите, я перебью, вот спрошу, лучший воспитатель номинации, там участвуют не новички, а опытные, да, преподаватели, воспитатели? Да, все правильно. В номинации лучший воспитатель у нас уже участвуют педагоги, чей стаж превышает три года. А в номинации педагогический дебют, естественно, что это молодые педагоги, и в этом году это педагоги, стаж которых и 9 месяцев, и 1 год, но до 3 лет. Это вот те представители, которые только делают свои первые шаги в профессии. Ну и, как я уже сказала, после того, как во всех регионах России закончатся региональные этапы, уже проводится непосредственно всероссийский этап конкурса. Традиционно он проводится в том регионе, в том городе, победитель которого в 2019 году был назван. Ну вот в 2020 году, в частности, мы ожидаем, что конкурс состоится в городе Пермь. Прекрасно. А по каким критериям оценивают участников? По каким критериям оценивают участников интересный вопрос? Какие задания у воспитателей? Вы знаете, что надо отметить, что порядок проведения конкурса, я имею в виду краевого, он утверждается Министерством образования, и он, конечно, ориентирован на общероссийский порядок. Поэтому, если говорить о тех заданиях, которые предстоит выполнять конкурсанту, ну, прежде всего, это представление своего портфолио, который включает и интернет-ресурс. У наших педагогов есть уже свои или интернет-странички, или сайты. Педагоги пишут сочинения о себе, о том, как они пришли в профессию. Показывают свои занятия с детьми, мастер-классы, ну, и участвуют уже непосредственно в мероприятиях, которые позволяют им рассуждать на темы образовательной политики. То есть это такое ток-шоу, профессиональный разговор. Если говорить о критериях, то, конечно же, прежде всего, жюри достаточно сложно всегда выбрать лучше. Почему? Потому что критерии — это, прежде всего, соответствие содержания тех мероприятий, которые показывают наши конкурсанты, федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. То есть тем областям, которые в этих стандартах регламентируются. Ну, и самым сложным является увидеть, как конкурсанты креативно, инновационно подходят непосредственно к решению воспитательных задач вот в системе дошкольного образования. То есть это тоже, конечно, приветствуется. То есть участники могут подходить творчески, нет каких-то жестких рамок, что именно вот так вы должны себя презентовать. Они могут использовать любые средства для того, чтобы сделать это наилучшим образом. Правильно я понимаю? Правильно. Но я здесь хочу всё-таки сделать акцент, что любые средства, только нужно обязательно помнить, что знание психологии, возрастной педагогики, соблюдение различных норм, сохранение жизни ребёнка — это, конечно же, обязательное условие, которое все наши конкурсанты с честью всегда соблюдают. Воспитатель, он выбирает профессию сердцем, как правило. На ваш взгляд, каким должен быть современный воспитатель? Вы знаете, вчера такой же вопрос задавала ведущая ток-шоу «Профессиональный разговор» Халяпина Людмила, исполняющая обязанности директора Института образования и социальных наук Северокавказского федерального университета. И было, конечно, интересно, что наши конкурсанты, они пытались ответить на этот вопрос, и прежде всего они говорили о том, что это работа сердца. Выбирать профессию нужно сердцем и быть душой преданным своей профессии. И поэтому я от себя хочу добавить, что это действительно так, и невзирая ни на какие сложности, которые всегда были, будут и существуют в любой профессиональной сфере, конечно же, воспитатель должен уметь обеспечить прежде всего психологическую защищенность и радость пребывания ребенка в детском саду. Ну а как вы считаете, все-таки возникает определенная дилемма у родителей? Пусть лучше будет воспитатель построже, чтобы научить ребенка дисциплине? Или это пусть лучше будет подобрее, но ребенку будет психологически комфортно с таким человеком? Вы знаете, что это дилемма, которая возникает у родителей. В ходе конкурса мы задавали вопрос нашим воспитанникам, какими они видят своих воспитателей? И вот как раз таки они отвечали, что это должен быть красивый, добрый, чуткий, не очень строгий, но очень знающий и любящий педагог. Поэтому угодить всем невозможно, но тем не менее, конечно же, требования к профессии, они существуют. И общество их, наверное, предъявляет сегодня и все строже и строже контролирует. Елена Владимировна, можете вспомнить какой-то особенно запоминающийся конкурс «Воспитатель года»? Вы знаете, каждый конкурс, он, наверное, запоминается какими-то интересными событиями, какими-то интересными сюжетами. Для меня, наверное, запоминающимися являются конкурсы, когда в них участвуют молодые педагоги, мужчины. И вот конкурс этого года, он как раз таки среди участников у нас был молодой педагог из города Невиномыска, очень творческий, талантливый, который демонстрировал действительно истинную и искреннюю любовь к своему делу. А дети участвуют в конкурсе вместе со своими воспитателями? Дети участвуют в конкурсе, но в этом году формат несколько поменялся. А вообще воспитатели взаимодействуют с детьми в процессе занятий, но это дети не их воспитанники. А, то есть это произвольно выбранные дети. Да, это дети из тех детских садов, на базе которых конкурс проходит на краевом этапе. Поэтому, конечно же, они обязательно взаимодействуют. И мы обязательно у детей спрашиваем, понравилось ли им занятие, понравился ли им педагог. Но так как речь идет все-таки о детишках, вот хочется спросить, бывали какие-то смешные, забавные случаи во время конкурса? Вы знаете, что забавными являются, наверное, высказывания детей. Почему? Потому что, когда мы у них спрашиваем, понравилось ли занятие, что бы они хотели, как они видят своего педагога. Вот помню, было такое высказывание, когда один ребенок сказал, что он видит педагога, который не мешает им драться. То есть, вот такие детские, да. А один мальчик плакал, потому что он сказал, что ему не понравилось. Это было несколько лет назад. Потому что стульчики на место заставляли ставить. Ну, это же такое безобразие. Такие бывают забавные сюжеты. Ну, знаете, сегодня дошкольное образование, это как первая ступень общего образования. Как вы считаете, что должен дать детский сад ребенку? Должен ли ребенок научиться там читать, писать и какие-то обрести первые навыки, которые пригодятся в первом классе общеобразовательной школы? Вы знаете, сегодня мы говорим о том, что являясь вот такой ступенью, образование в дошкольном учреждении, оно осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. И вот здесь хотелось бы отметить, что сам стандарт – это вообще инновация в образовании, потому что до этого не было стандарта в системе дошкольного образования. И вот инновационность его как раз заключается в том, что с одной стороны стандарт предполагает рассматривать ребенка как индивидуальность. То есть каждый ребенок, он характеризуется индивидуальным вектором своего развития в этом возрасте. А с другой стороны, мы же понимаем, что самым главным достижением в этот период является социализация ребенка, то есть его умение общаться, его умение решать какие-то задачи в коллективе сверстников и вместе со взрослыми. И поэтому сегодня не ставится во главу угла научить ребенка читать, писать, решать какие-то математические задачи, а необходимо достигнуть такого уровня социализации, который действительно будет гарантом успешности ребенка на последующих этапах его обучения в школе. То есть здесь идет речь о том, чтобы ребенок научился чувствовать себя частью общества в первую очередь, да? Прежде всего, и чтобы он комфортно мог находиться и взаимодействовать, независимо от того, сверстники это родители, взрослые или будущий учитель. И вот в продолжение темы социализации, сейчас многие родители, ну может быть не многие, я не знаю, но есть родители, которые придерживаются мнения, что семейное воспитание лучше, то есть в садик ребенка не отдают. Как вы считаете, может ли ребенок в семье получить то, что другие дети получают в детском саду? Какие плюсы и минусы семейного воспитания, например? Вы знаете, что мое глубокое убеждение, что все-таки каждый из социальных институтов, он имеет преимущества и имеет недостатки. И мы понимаем, конечно, что ребенок, который воспитывается в семье, получая любовь, привязанность со стороны ее членов, возможность, ну наверное, расширять свой кругозор через дополнительное образование, он все равно будет ограничен в контактах, у него не будет все равно опыта взаимодействия со сверстниками, и это может иметь вот какие-то негативные последствия, и могут формироваться эгоистичность, и возможно даже некая неприспособленность к тем требованиям, которые потом ребенку предъявит школа. Вот, поэтому считаю, что, конечно, и семья, и образовательное учреждение, несмотря на то, что это два воспитательных института, но каждый из них дает ребенку вот определенный социальный опыт, и только вот во взаимодействии этих двух институтов, конечно же, можно вот создать оптимальные условия для вхождения маленького человечка в большой мир. То есть, получается, ребенок вот в первом классе тот, который из детского сада, тот, который из дома. Домашний ребенок, он более замкнут, эгоистичен, да? И очень сложнее привыкает к условиям школы. Вы знаете, я бы не стала говорить, может быть, о замкнутости, потому что и в семье дети могут быть и открыты, и восприимчивы, и иметь потребность к общению. Но вот навыков социального взаимодействия с большим количеством сверстников, конечно, у этого ребенка могут отсутствовать. И поэтому ему приходится адаптироваться, ну, как, собственно, и всем детям в новых условиях им приходится адаптироваться. И здесь могут быть вот несколько более сложные процессы вхождения в новый большой коллектив. А вот родился такой вопрос. Частные детские сады чем-то отличаются от государственных? Они тоже по тем же стандартам работают или все-таки как-то иначе? Ну, смотря какой частный детский сад, потому что сегодня мы знаем, что у таких организаций бывают разные целевые ориентиры. Где-то это присмотр и уход, и дети проводят там, ну, не совсем продолжительное время. А где-то частные детские сады, имея на то лицензию, могут реализовывать и федеральные стандарты. То есть есть великое множество разных подходов к решению этих задач. Как вы считаете, чем отличается воспитатель, тот, что был 10 лет назад, и сегодняшний? Вы знаете, что вот примерно такой же вопрос мы задавали нашим дошкольникам тоже, да? Вот. Но, конечно же, дети живут и видят воспитателя сегодняшнего. И определяют, какими качествами он должен владеть. И поэтому вот они в большинстве своём называли, конечно же, что это воспитатель, который должен быть красивым, который должен быть счастливым, который должен быть весёлым. Ну, и, как я уже говорила ранее, справедливым, но не очень строгим. Ну, от себя, наверное, я добавлю, что вот несмотря на скорость тех преобразований, которые сегодня существуют, да, и несмотря на те высокие, очень высокие требования общества к педагогу, и даже вот ту растущую степень ответственности педагогов, всё-таки воспитатель должен всегда идти в ногу со временем. Он должен стремиться быть интересным для своих сверстников, стремиться быть интересным для своих родителей. И несмотря на то, что, наверное, высоким уровнем профессионализма обладает тот педагог, у которого есть своя собственная профессиональная позиция, педагог должен быть открыт для профессионального взаимодействия, для возможности и готовности получать и принимать опыт своих коллег. И, конечно же, прежде всего, вот он должен стремиться к непрерывному, постоянному собственному развитию. И тогда он всегда будет современным и сегодня, и в 21 веке. Понятно, но время истекает, к сожалению, последний вопрос. Что бы вы хотели изменить в современном дошкольном образовании? Есть что-то, чтобы вы... вот здесь бы я сделала вот так? Или поправила бы что-то в процессе обучения? Это будет моё субъективное мнение, но мне, конечно, хотелось бы, несмотря на те свободы, которые сегодня существуют и дают возможность стандарта, да, использование стандарта, вот всё-таки это возможность детям быть инициаторами, да, а педагогу быть их такими друзьями, товарищами. Мне кажется, что для нашего педагога нужно чуть больше свободы для саморазвития. Наверное, даже больше времени, скорее всего, для того, чтобы можно было идти в ногу со временем. Спасибо вам огромное. Очень интересная беседа. Подключайтесь к нам ещё, приходите в нашу студию. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, увидимся совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»